приветствую на канале и так наше сегодняшнее видео посвящено больше такими дорожками вымощена тротуар как бы сейчас мы проследуем центр этого села как бы видите что почем и как ну вот такой вот продажа автомобилей то есть свозят какой-то там медалом что-то с ней делают нора находятся какие-то покупатели раз интересно им заниматься то есть какое-то движение есть мера я перейду на асфальт на раз чтобы не дрожала руками вот ну вот так вот такой вот тоже продажа булочных автомобилей авто хендель застрять внимание мы особо не будем так пройдем мимо да и все если на обратном пути конечно тормознусь можем глянуть и цены повторюсь это конечно село довольно такое не слишком она и мелкая как бы нормально кстати здесь присутствует натовский контингент в этом месте вот такая вот техника осталась еще от советских времен вот кразы зелы уралы газоны уазики какие-то бтр чеки вот вот маркет интер марше которым в принципе это недалеко от нас база закупы делаем ну мы едем центр и так мы проезжаем вот такой вот маркет строк стройматериалов вот такой посуда вся такая бытовая какая-то там техника необходимое что-то вот очень много машин я вижу на наверное какая-то свадьбу попали мы сегодня то ли родпись от зала кристалл этот них ресторан какой-то да с букетами вижу людей вот так вот наверно свадьба а венчание может наверно он там церковь сейчас мы нечего попадем сейчас посмотрим это песнопение до людей много не значит это нара праздник какой-то скорее всего надо будет узнать поспрашивать это какой-то праздник коммуны все село практически здесь детки такие нарядные классно вот так с другого ракурса ну да ладно у нас путь к центру туда выехали вот такая вот развязочка наш путь центр хотя наверно все идут к этой церкви вот такие вот домики ну конечно да это не немцы не слишком она уютно в немца все-таки более поврятнее но тем не менее вот кафешка тут тоже в принципе не дорого так мы по главной и вот это пешеходная улица такая вот центровая как бы вот такие вот кломбочки магазинчики слева справа какой-то маркет супер эко кстати открытые видите немца все закрытой здесь работает и вот выехали мы на площадь их не на площадке вот такое вот здание недавно не сделали сделали здесь такой вот ремонт покрытие уложили вот такой камушек фонтанчик с подсветкой на улице хорошо тепло вот такая центральная площадь кстати еще какой-то костел я так понял можем даже заехать глянуть сейчас так вот у нас такого плана вот строение это он даже что-то там я не вижу какого года на выпуска но довольно старая я не знаю как она войну выдержала внутри я был вот так вот поехали дальше вот такие у них трехэтажечки но есть вот так от плана да старенькие домики о это современный транспорт квадроцикл вот здесь слева находится маркет Петронка такая вот аллейка тоже где с детками можно пачельки там отдохнуть какой-то парк небольшой хотя есть у них еще побольше в другом месте мы тоже туда проедемся вот ну здесь находится маркет лидл тоже торговая сеть которая находится распространена очень в Европе ну вот так вот сейчас мы обедем с другой стороны еще вот такое кольцо ринг это них не как бы въезд ну около центра как бы ну в центровое считается вроде бы вот такой памятник вот такой памятник вот видите по дорожным разметкам по знакам все ну это село как бы село ну в Украине или в России я не знаю есть ли такого плана чтобы так было настроено не знаю не кто пикает нам не знаю не нам вот так мы вот там куда заезжали теперь мы поедем налево поедем по другой улице вот это возник пожарная часть страж пожарный Мазерати так сейчас пауза да все таки праздник какого-то этого места именно этого села находится находится оно недалеко от Германии где-то километров 70-80 и мы уже будем на границе с Германией то есть это как бы западная часть Польши более приближенная к немцам вот на паузу вот на паузу так вот такая кафешка называемая клуб 56 бар довольно так неплохо здесь по ценам комплексный обед 12 злотых это как бы ничего но порции очень большие первое второе вот какой-то сейчас на паузу вон стоят техника по-моему тягачи какие-то ой и так мы какой-то парк опять спускаемся и так мы выехали на вот так называемую площадь и сюда же приходит автобус с Позня а с правой стороны это у нас ЖД станция такой вот вокзал ну вот видите старенький конечно я отсюда не пробовал уезжать конечно ну вот так вот такое вот оно село ну на этом как бы вроде бы и все пишите комментируйте кому что понравилось не понравилось до встречи